Газонокосилка электрическая. Газонокосилка электрическое устройство для ухода за газоном и лужайкой в различных условиях для участков с малыми и средними размерами. Нашли широкое применение благодаря удобству в использовании и простоте в обслуживании, а также экономичности и простоте в управлении. Виды электрических газонокосилок. Электрические газонокосилки стали популярными за счет простоты в использовании компактности и малого веса. В отличие от бензиновых электрогазонокоселку можно применять в различных областях и без ущерба экологии и здоровью человека. Такие устройства имеют относительно высокую мощность, небольшое количество запчастей и необходимых инструментов. Косить таким типом устройств удобно, нет нужды тратить много сил и энергии. Газонокоселка электрическая и электрические косилки для травы и газона очень широко представлены на рынке. Среди множества моделей есть как дорогие, так и не очень. Различаются в основном по принципу работы на аккумуляторные проводные. Чтобы сделать лучший выбор, нужно сравнить их описание и л. Газонокоселки имеют встроенный аккумулятор, который заряжается от сети при помощи специального зарядного устройства. Модели широко применяются в основном для небольших участков при домовой территории и даче. Имеет электродвигатель, который питается от батареи. Различаются мощностью аккумуляторов и принципом действия. С их помощью можно обслужить большую площадь по сравнению с проводной. Преимуществами является легкий доступ в любое место и очень низкий уровень шума. Из минусов можно выделить низкую автономность, которая зависит от мощности и заряда батарей. Проводные травокосилки. Не имеет встроенных батарей. Работа осуществляется при помощи провода, который питается от розетки. Эта электрогазонокосилка дешевле аккумуляторной. Поскольку работает только от провода, часто необходимо использовать удлинитель для газонокосилки, чтобы дотянуться до труднодоступных мест. Плюсами таких устройств можно назвать высокую автономность и продолжительность работы. Минусом является ограниченный проводом радиус работы. Обратите внимание, выбирая какую применять газонокосилку, бензиновую или электрическую, нужно тщательно взвесить все плюсы и минусы этих устройств. На данный момент ассортимент электрических косилок представлен в трех видах – ручные, колесные, самоходные. Различия состоят в том, что ручная полностью управляется руками человека – это так называемые три миры. В работе устройство можно перемещать в любом направлении. Оно идеально подходит для неровной поверхности с перепадами высоты жесткой травы. Электрическая газонокосилка на колесах является одной из наиболее популярных моделей, представленных на рынке. Перемещение ее происходит полностью при помощи человека, однако в отличие от три мира ее не нужно постоянно держать на весу. Она ездит за счет встроенных колес. Некоторые модели предназначены для стрижки мокрого газона. Электричество чаще всего в них заходит при помощи провода. Работает газонокосилка 220 вольт, что позволяет осуществлять неограниченную по времени работу. Дополнительная информация. Колесные инструменты также бывают ротационными, с четырьмя колесами и барабанными, которые имеют всего два колеса. Преимущества и недостатки электрических газонокосилок Электрические газонокосилки очень просты в использовании и обслуживании. Другие их преимущества. Электричество гораздо дешевле бензина, поэтому такой тип косилок имеет несколько явных преимуществ над бензиновыми. В плане дешевизной эксплуатации обслуживание практически не требуется. Устройство состоит только из электродвигателя и рабочей зоны, которым не нужно особое вмешательство. Нет необходимости менять свечи, масло и другие расходные элементы. Оснащены электрозапуском, в отличие от бензиновых, которые нужно заводить. Благодаря использованию зеленой энергии электрическая газонокосилка не производит вредных для здоровья выбросов, поэтому безопасна для экологии. Низкий уровень шума. Аккумуляторные модели практически бесшумные, а проводные совсем еле слышно. Легкий вес. Связано с меньшим количеством узлов и деталей, которые облегчают механизм. Из недостатков электрических косилок можно выделить следующий ограниченный радиус работы. Зависит от длины провода или наличия удлинителей, в связи с чем не подходят для продолжительной работы. Низкая мощность в сравнении с бензиновыми аналогами. Преимущества и недостатки электрических газонокосилок. Как выбрать газонокосилку электрическую для дачи? При выборе косилки нужно обратить внимание на множество параметров. Во-первых, определиться с производителем, узнать его место в рейтинге конкурентов. Большое внимание играет калибр режущей зоны или ширина и высота скашивания. Во-вторых, большое значение играет мощность электродвигателя. В-третьих, рекомендуется выбирать модели с травосборником, так как это уменьшит время на очистку газона после скашивания травы. В-четвертых, следует уделить внимание материалу, из которого выполнена так называемая дека – зона кошения. Она бывает алюминиевая, металлическая и пластиковая. Наиболее долговечной и легкой считается первая. Важно! После выбора модели с учетом приведенных параметров нужно уточнить дополнительные функции, которые предлагает производитель. Срок Гарантии, условия обслуживания и замены деталей Технические характеристики Электрокоселки барабанного типа лучше использовать на небольших участках, размеры которых составляют не более 500 метров, поскольку мощность их не позволяет работать длительно. Мощность двигателя обычно равна около 500 Вт. Ротационная коселка на четырех колесах более мощная и имеет больший срок и продолжительность работы. Площадь, которую можно обработать такой газонокоселкой, тележкой электрической, составляет до 1200 квадратных метров. Их мощность также различна, бывает от 800 до 1800 Вт. В таком случае можно косить траву высотой от 20 до 80 сантиметров, так как устройство регулируется. Важно! Перед использованием коселки нужно тщательно изучить технические параметры и характеристики в инструкции. Неправильное использование устройства может привести к поломке. Тримеры желательно использовать на участках до 300 метров и высотой травы от 15 до 40 миллиметров, поскольку основным режущим инструментом является леска, поэтому высок риск ее повредить за землю или камни. Двигатели у тримеров могут располагаться внизу или вверху. Наиболее часто встречается верхнее расположение. Тример представляет собой полностью ручное устройство, процесс использования которой зависит от человека. Может выпускаться версии для обрезки кустов. В отличие от самоходных аналогов имеет намного меньшую мощность. В связи с простотой конструкция обладает гораздо меньшим весом и не отличается высокой сложностью конструкции. Самоходные устройства барабанные и ротационные отличаются количеством колес. Преимуществами перед тримером является повышенная мощность двигателя и продолжительность работы. Площадь участка, которую можно охватить, в разы превышает возможные для тримеров. Барабанная установка позволяет обработать меньшую площадь, чем у ротационной. Технические характеристики рейтинг производителей и моделей. На рынке сегодня представлено огромное количество производителей газонокосилок, от самых простых и дешевых до дорогих и производительных. Традиционно славится немецкая компания Bosch-Bosch, которая предлагает наиболее качественные и долговечные устройства. Стоимость немного выше, чем у конкурентов, но за качество лучше переплатить. Дополнительная информация. В России первое место в рейтингах занимают модели компании Makita Elm 4110 и LKO 112 856 и Bosch Art 23, как раз сдачные варианты. Запчасти в домашних условиях. Запасные части для ремонта и обслуживания электрических газонокосилок возможно создать в домашних условиях. Например, такие части, как ножи или режущую леску, в примерах можно заменить самостоятельно. Также их можно подточить при наличии специальных инструментов. Выход из строя режущих элементов и их износ является наиболее распространенной неисправностью в электрических косилках. Эта проблема легко устраняется. Также при появлении вибраций во время работы можно покрепче закрепить основные механические элементы, так как они чаще всего разбалтываются. Однако производителям указан запрет на замену оригинальных деталей, сделанными в домашних условиях. Поэтому в большинстве случаев, особенно если срок гарантии еще не истек, рекомендуется обращаться в сервисный центр для устранения неполадок. Запчасти электрические газонокосилки повсеместно распространены среди дачников. Тем, кто только собирается совершить покупку, нужно тщательно все взвесить, подбирая самую подходящую модель. Обращать внимание нужно на все длину шнура, мощность устройства, дополнительные функции и т. Д. Только тогда электрогазонокосилка будет в радость огороднику и прослужит долгое время. 00 в от артикле ратинг. Субтитры создавал DimaTorzok